Во имя Отца и Сына и Святого Духа Сегодня в первом воскресном евангельском чтении мы слушали повествование о слепых людях, которым Господь возвращает зрение. Вокруг них было очень много людей, которые видели этот мир. А вот эти два человека ничего не видели, они видели полную темноту. И видение окружающих людей было объективно, а видение вот этих двух слепцов было субъективно. Почему я так говорю? Они не видели, и им казалось, что это окончательно, что ничего нет и быть не может. Потому что у них не было опыта видения, они были рождены слепорождёнными. И то, что люди им говорили, что есть свет, что есть красота природы, величие вот этого пространства, которое можно... одно дело, когда ты пространство ощущаешь на вытянутую руку тактильно, и совершенно другое, когда ты видишь пространство зрением, насколько оно велико. Так вот эти два человека были лишены способности всё это воспринимать. И поэтому они могли сказать, ничего нет, потому что я ничего этого не вижу. Для меня нет объективного опыта видения, и поэтому ничего нет. Но вокруг было очень много людей, которые видят, и у них хватало разума довериться опыту людей, которые в другом состоянии, у которых есть способность воспринимать этот мир через орган зрения. У них хватило разума довериться тем людям, которые рассказывали им, что нечто есть дальше вытянутой руки. И это нечто очень прекрасно, очень богато. У них хватало ума довериться этим людям и поверить в объективность их зрения, их бытия с возможностью видеть. И это была уже вера. Вера, ещё не имеющая собственного опыта, а вера через доверие к опыту другого, который тебе рассказывает, что есть свет. А ты, может быть, даже если ты рождён слепым, другое дело, когда человек уже что-то видел и потерял зрение. А если ты рождён слепым, у тебя даже нет ассоциаций, с чем это сравнивать, на что это похоже. Для тебя это вообще кажется нереальным чем-то. они говорят, что есть нечто, но я не имею опыта общения с этим нечто, со светом. Но их вера начинается через доверие к опыту других. И эта вера очень пламена, очень пылка, требует от Господа, Господи, дай нам зреть тоже. Вот это нечто, о чём мы даже понятия не имеем. Господь им возвращает зрение. Представляете, какое событие? Представляете, какое событие для человека, который родился слепым и который даже не представляет, что это такое? Какой они пережили восторг в этот момент, когда они обрели зрение? Насколько стал богаче мир, который был для них раньше просто тёмным миром, который они ощущали только на прикосновение, на запах, на слух, прислушиваясь. Но они совершенно не жили этот мир вот в свете, в зрении. Какой они вдруг переживают восторг, какое восхищение. И свет становится для них объективной реальностью. Святые люди делятся своим опытом видения духовного мира. Они делятся с нами сослепо рождёнными. для тех, для которых вот этот вот параллельный мир не существует. У нас совершенно нет опыта, и поэтому нам кажется, что вот дальше нашего зрения ничего нет. Но люди святые, обоженные, которые реанимировали своё духовное зрение, они делятся с нами. они нам говорят, дальше, чем ты способен видеть, есть ещё. И это ещё очень далеко и бесконечно. И это ещё настолько прекрасно, что то, что ты видишь, это вот такая мелочь по сравнению с тем, что ты бы мог бы видеть, если бы к тебе вернулось духовное зрение. И мы, как эти два слепца, должны бы мудро довериться им. Тем более, если это говорят святые люди, люди, само нравственное состояние их, которых доказывает нам, что они не лгут, что они не сумасшедшие, что это не иллюзии, что они нам говорят о чём-то действительно очень-очень объективном. Они говорят нам правду, потому что святые люди лгать не могут. Они нам говорят, что есть, есть ещё там. То, что ты не видишь. И слава Богу, что часть людей, прежде нежели имея свой собственный опыт видения, доверяется опыту вот этих высоконравственных личностей, которых мы называем святыми, доверяемся их опыту, и в нас возникает желание тоже посмотреть туда, туда, за горизонт наших нынешних возможностей. Возникает такое очень доброе, святое, чистое любопытство, хорошее любопытство. Хотелось бы тоже туда заглянуть. Когда человек, не имея зрения, он идёт к доктору, который этим занимается, и говорит, говорит с надеждой, вот с надеждой говорит, а посмотрите, а вдруг там ещё не всё потеряно, а вдруг там есть возможность что-то отремонтировать. Доктор внимательно его осматривает и говорит, да, ты ещё не за точкой и не возврата. Мы можем постараться и что-то сделать с твоим зрением, но болезнь твоя очень продолжительная, затянувшаяся, и нам придётся очень-очень постараться, и тебе придётся постараться, быть стабильным в исполнении моих рецептов. И тогда понемножку, понемножку твой зрительный нерв, духовно зрительный, начнёт оживать. Но это очень долго и очень кропотливо. Если ты согласен, мы будем заниматься. Чтобы вернуть нам духовное зрение, мы приходим в церковь, как в лечебницу, и принимаем добровольно рецепты церкви, которые нам регламентируют духовную жизнь, молитвенную жизнь. И если мы будем терпеливы, стабильны, постоянны, то с нами начнёт происходить нечто, что происходило вот в другом евангельском сюжете, со слепцом, которому Господь не вот одним взмахом руки вернул зрение, а вот Господь сознательно сделал вот этот момент. Делает брение и сплюновение землёй, мажет ему глаза, видишь что-то? Вижу людей, как деревья. То есть он ему не сразу возвращает зрение, а вот сознательно Господь делает акцент на том, что нужно время и нужен труд. Вижу людей, как деревья. А сейчас, и сейчас лучше. А сейчас всё. Вот оно открылось. Я вижу. Иногда, идя по незнакомому городу, мы спрашиваем дорогу совершенно у незнакомого человека и доверяемся его опыту. Нам куда идти? Два раза направо, один раз налево. И мы доверяемся слову совершенно незнакомого человека. Так вот, по пути в шествие в Царствие Небесное, тем более, мы должны довериться святым людям, авторитет которых для нас ну просто настолько велик. Преподобный, отец Сергий, куда мне идти? Вот туда, но только долго и стабильно. У тебя сотрётся обувь. Может быть, какое-то время ты будешь ползти на коленях и колени сотрёшь. Но ты должен идти, идти, двигаться, 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 и у тебя ты обязательно дойдёшь. Преподобный, отец Сергий, спасибо. Я пошёл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...